Многим более месяца прошло с момента утверждения Европейским банком реконструкции и развития новой стратегии для Беларуси. И вот уже подписан первый крупный договор на 21 миллион евро. Возможности финансового института серьезно расширяются, в том числе за счет работы с государственным сектором. В целом, отмечают эксперты, сотрудничество с банком повышает привлекательность Беларуси для частных инвесторов. Чем активнее оно развивается, тем больше возможностей для привлечения прямых иностранных инвестиций для реализации проектов в самых разных областях. От водоснабжения и экологии до транспорта, ЖКХ и развития малого и среднего бизнеса. Новая стратегия Европейского банка реконструкции и развития одобрена. И это значит, что мы сегодня открываем еще больше возможностей для того, чтобы Республика Беларусь присутствовала на международном рынке капитала. Европейский банк реконструкции и развития расширяет операции в Республике Беларусь, увеличивая свой портфель, предоставляя ресурсы для финансирования инвестиционных проектов на очень комфортных условиях. Сегодня процентная ставка по соглашениям, которые мы подписываем, меньше 1% годовых со сроком на 15 лет. И эти проекты в первую очередь направлены на развитие инфраструктуры, на повышение эффективности жилищно-коммунального хозяйства. Лида, Полоцк и Орша стали первыми городами, кто получит средства на модернизацию своих систем водоснабжения и водоотведения. Всего же по программе финансирования этого сектора Беларусь получит около 40 миллионов евро. Это поможет местным коммунальным предприятиям выполнить стандарты ЕС по очистке источных вод и рекомендации комиссии по защите морской среды Балтийского моря. Мы давно и с удовольствием работаем в Беларуси. Вы солидный и надежный наш партнер. Благодаря новой стратегии теперь уже работаем не только с частным сектором, но и с государственными структурами и муниципалитетами, которые и стали объектом подписанных сегодня договоров. Впереди соглашения по транспорту, энергетике и так далее. Подписание соглашений, приуроченных масштабной презентации в Лондоне, инвестиционных возможностей Беларуси и обзоры ее экономики. В стране есть что предложить иностранным инвесторам. Такого интереса не было. Когда в рамках годового собрания все страны делают презентацию, на белорусскую страну мало приходило, потому что у нас есть Украина, у нас есть Молдова, Грузия, а сегодня видят, что экономика сохранилась только в Беларуси. Когда мы говорили о том, что какие бренды есть в Грузии, кроме вина, что-то может гостиницы построили. Но у нас есть БелАЗ, у нас есть трактора, у нас есть машины, у нас есть то, что делает имидж страны. Инвестиционную привлекательность Беларуси, по оценке экономистов, в немалой степени определяют также гарантии сохранности иностранных инвестиций, чему официальный Минск всегда уделял большое значение. В планах Беларуси привлечение западных финансовых ресурсов на сумму не менее миллиарда долларов, в том числе и из Великобритании. Благодаря Брекзиту у Беларуси и Великобритании появилась уникальная возможность заключить друг с другом новые торгово-экономические отношения, напрямую минуя Брюссель. В списке стран восточного партнерства Беларусь стоит на первом месте по важности для англичан как страна, сумевшая сохранить свою политическую и экономическую стабильность, что, как показывает время, является наиболее ценным капиталом для образования надежного долгосрочного партнерства. Игорь Дмитриев, Владислав Орлов, ОНТ, Лондон.